Россия. Совхоз имени Ленина. Директор совхоза. Светлый образ не совсем трезвого русского мужичка в засаленной телогрейке и грязных от навоза кирзовых сапогах безнадежно устарел. Наш сегодняшний герой еще в шестилетнем возрасте заявил о своих претензиях на кожаные кресла современного руководителя современного совхоза. И вот что из этого получилось. Здравствуйте. Как правило, на это время не всегда хватает, поэтому приходится на вас завтракать на работе. Я встаю первым. Остальные домашние несколько позже встают. Поэтому у нас в доме по утрам самовзлуживание. Тут я не могу найти пульт телевизора. Вообще-то, если честно, внешний вид очень сильно влияет на общение. Я только по субботам и воскресеньям хожу без такого, скажем так, прикида. А на самом деле, когда ты приезжаешь, допустим, на поле, да, все должны видеть, что этот начальник приехал. А я, кстати, в тысячу лучших менеджеров по рейтингу «Коммерсанта». У нас такое большое количество наград разных. Да, такой выпендрешь. Да-да-да. Ну, заходи, чего ты? Не бойся, да? Здрасте. Чего? Заходите. Мы с утра работой хотели спросить. Можно вас устроиться? Спросить можно. А вот устроиться, вы откуда вообще сами? В своем столе. Ну, как правило, больше вот мужчины интересуют. Потому что женщин... У нас, как правило, в поле, знаете, какая работа, да? Сезонная. Ну и как зарплата? Ну, у нас маленький зарплат. Маленький? Сезон где-то, да. Тысяча. Наружу живете? Присылайте мужа, будем с ним разговаривать. Мужчину можно привезти, да? Конечно. Мужчину можно привезти, да? Это не чемодан, чего я так? Мужчину можно привезти. Мужчина и сам может доехать. Это первый заместитель директора, Федоров Александр Германович. Это кто производством занимается. Директор, он все больше по внешней части, так сказать. А Александр Германович занимается непосредственно производством. Первое, что он делает, входя в кабинет директора, он представляет ему календарь, чтобы директор знал, что происходит. Пошел, я приеду через час. Клубника – это то, что растет в лесу. А земляника – это то, что растет на поле. Я по признанию женер-механики, а агрономы потом меня учили долго. Так вот, научное название вот этой клубники, о которой мы говорим, земляника. Девушки, повернитесь ко мне, пожалуйста. Как это? К лесу задом, пожалуйста, ко мне передом. Не бойтесь. Значит, никто снимать, то есть никто пугать не будет. Ну и что? Ягоды нет? Или есть? Мало, да? Ну, тут есть минусы, а есть плюсы. Если ягоды мало, значит... А еще что-то не поняли? Понял, что ты же не... А этот, я вам уже скажу, что все агрономы говорят, что на центральных этих нету, а на боковых есть, но ее там будет мало. Значит, цена на ягоду будет высокая. А на огородах ягода есть? Нет. Нет. Нет, ничего. Все на первую вечернюю. Мы приехали на пункт реализации, видите, да, тут, значит, продавцы вон сидят, пока еще только их немного. Значит, это уже вот покупатели, яркие представители, скажем, бизнеса плодобочного и сами реализаторы. А, вот видите. Здравствуйте. Сейчас будем представлять. Начальник отдела реализации Римма Османовна. Значит, она командует продажей всего в совхозе, особенно земляники. Все, ладно, я уехал, давайте. Вы тут помогайте работать. Только Римму не обижайте, ладно? Да, вовремя поехали. Ой, мама. Ну, пойдем. Бухгалтер дал бумажку. Написано. Ну, у них у всех именные такие штуки. Ефимова Людмила Ивановна, это главный бухгалтер, да? В автобанке 420 тысяч рублей, в господинской банке 3138 и в кассе 100 тысяч. Это означает, что у нас деньги есть на расчет начать. У хозяйства вообще, вот когда я взял ключ от сейфа, очень интересно, открыл сейф, и там только печать лежала со вхоза и устав. А зарплату за 4 месяца не платили. Ну, это не надо показывать. А у нас еще ряд главных специалистов увлеклись вот распределением земли. Значит, вместо того, чтобы заниматься делом, они занимались другим. Они нарезали участки земельные, их, в общем, выдавали. Болт.ру пришел ко мне. Все подоград, как обещали. Готовы приступить к действию. Нет. Что, у вас есть 250 тысяч долларов? Они богатые? Они все прикидываются бедными. Бессмысленно рядом с заводом давать вам территорию. Почему? Ну, потому что тут у нас... Надежный, стабильный партнер, от которого нет никаких хлопот. У которого огромная злая собака. Ни один враг не проберется. Ну, каких проблем же нет, действительно. Я спорить с тобой насчет надежного партнера не буду просто. Валерий Николаевич, за 10 лет ни разу не задержали арендный платеж. Это что тут означает? Это же как-то вообще. Можно выключить камеру. Насчет надежных партнеров ничего не знаю. Знаю только одно, что не выполняете свои договорные отношения. Год назад обещали заасфальтировать площадку и сделать въезд с другой стороны. Ничего не сделали. Ты меня послушай. Значит, вот эти постоянные наши, так называемые, переговоры, которыми, значит, как наездами не назовешь на вас, происходят от чего? От того, что вы постоянно не выполняете свои условия. Теперь дальше. Что касается вот этого участка. Тут никакого смысла развивать какое-то там хранение болтов нет. Потому что тут пищевое предприятие, да? Если уж что-то делать, то всю эту площадку забирать под пищевое предприятие, а вам предоставить какую-то отдельную площадь, ну, это совершенно другая песня, да? По частям гораздо выгоднее. По частям-то гораздо выгоднее. Все, закончили. Значит, это земля сейхозного значения, поэтому она не предается. Кто-то из наших великих сейхоздеятелей поехал за границу, в Америку, и там ему показали. Трехэтажный коровник. Он приезжает, говорит, что это у нас-то нету. И мы 10 лет, ну, и мы, конечно, государство, 10 лет строило трехэтажный коровник. Забухали туда бешеное количество денег. Какой-то вот институт разработал проект. Но когда разрабатывали проекты, знаешь, как никто же не думал, что у нас все так плохо. Когда коров завели на третий этаж, на второй поставили, значит, ну, они, естественно, коровы же, в туалет не сходишь. А они, значит, теперь навоз и все остальное стало течь с третьего на первой, на головой тем, кто стоит. Потому что плохо сделали перекрытие. Высота потолков была 2,20. То есть, ну, я не знаю, кого там не соберлись содержать. Еще одна, кстати, одна проблема была уже наглядная. Потому что корова, когда в охоте, она прыгает одна на другую. Представляешь, когда корова прыгает на другую, и головой в потолок, бух, храс, падает. Вот, значит, но самое плохое было другое, что вот вентиляция не работала, и корова стояла-стояла, потом раз падает в обморок. Ее, значит, ну как, ее за ногу цепляют, вытаскивают трактором, потому что думают, умерла уже бедняга, вытащили на улицу, и вдруг она как молодой теленок весной, значит, хвост торчком и бегать начинает, потому что вздохнула. В общем, мы там угробили все стадо. Потом в 86-м году приехала областная комиссия министерства и дала заключение, что там вообще никаких животных содержать нельзя, даже кур. А, вот мы сейчас поймаем людей на работе. Здравствуйте! Здравствуйте! А обед будет? Уберена, сейчас приведу. Сейчас? А дойка когда начнется? А дойка сейчас. В час, да? Ну ладно. Хорошо. А Прохорова здесь нет? Здесь, да. Ну пойдем, за техникой посмотрим. Гарная девчина, такая, у нее сегодня не рождение. Посмотрим оборудование. Здравствуйте! Здравствуйте! А где? Здравствуйте, сейчас я ее приглашу. А она где? А-а-а-а. Сейчас. А где же ты, вон, еще? Сейчас, мы сейчас, прожим, захватим. Что они там делают? Надежда Ивановна! Да. Здравствуйте! 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 Празднуем день рождения. Ну, чайку, немножко чайку попей. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот весь цвет животноводства совхоза имени Ленина. Празднуем день рождения. В обеде на эпиджир. В обед, да. Сейчас контрольный тройник пойдет. Да. А вот Надежда Ивановна сегодня день рождения, поэтому, видите, мы же не можем, чтобы день рождения отпраздновать вечером. Так, вот видишь, как я тебя захватил. Ну и что, зеленку сейчас едят? Да. Вот это смесь. Смесь же. Сена немного, значит, съем. И как поедают? Нормально. Паток и комбикорм. Нормально это как? То есть ты многого на острове? Нет. Нет? Это же навоз. Ну, к сожалению, такая вот, когда я... Жена сразу может определить, когда я был на ферме, когда не был. Потому что я вхожу, от меня такой запах навоза. А вот сейчас вот будут раздавать корма. Эта машина вот, которая сейчас будет раздавать корм, стоит 30 тысяч долларов. То есть для того, чтобы сейчас заниматься животноводством, ну и вообще сельхозпроизводством, нужно много денег. Он французский, да? Нет, Виталия. Виталия. А! Все прибегают на доричь. Мой любимый мужчина. Значит, начальник главный зоотехник, да? И начальник какого-нибудь производства. Они по жизни должны спорить. Он пришел и ее поздравил. Это чтобы сбежать с упоров. Нет, почему? Это одно другого. Одна делегация пришла в детский сад, когда мне было 6 лет. И, значит, стали показывать детей. Спросила, мальчик Паша, а ты что хочешь? Он говорит, мальчик говорит, а я хочу быть директором совхоза. И вот когда я уже стал директором совхоза, моя воспитательница, которая всю жизнь там прожила в совхозе, рассказывала всем. Вот Грудинин. Еще в 6 лет он говорил, что хочет стать директором. И стал ведь. А я все сейчас пытаюсь вспомнить, почему же я мечтал, сейчас вспомнил. У нас был директор такой, Павел Николаевич Павлов. А я, сын его экономиста, маленький еще, приходил к папе на работу, а у директора в кабинете был такой большой стенд. И стояли восковые яблоки. То есть яблоки, ну, муляжи. И мне Павел Николаевич Павлов, прежний директор, разрешал поиграть. Я сидел в его кресле и играл этими яблоками. И с тех пор у меня зародилась мысль, что если я буду директором совхоза, я смогу играть этими яблоками сколько захочу, у меня никто их не отнимет. Вы не бойтесь, что вы так корреспонденты. Ну, пойдем. На завод. А когда ремонт он ушел, закончишься? А не успеет? Может, кто-то всего не нашел. Ага, нет, подожди, я не... А когда, Катя, а когда закончится ремонт, я спрашиваю, здрасте. Если они только сегодня начали. Когда вы работать-то собираетесь? Ну, не за неделю, я думаю, они сделают. За неделю? Да, а на 23-е начинают котельные получать. График ремонта есть вообще какой-то? Ну, давайте наряде-то этот вопрос поднимите со Стрункина. Потому что если он думает, что и он пригнал этих, они тут будут ходить. Сегодня они ТРУ устанавливают, завтра будут чистить. А они вам скажут, нет, извините, подождите. Поэтому давайте какой-то график должен быть ремонт. А в наши планы не ходят покрасить водонапорную башню? Интересно, я узнаю о ваших планах. Не надо ли покрасить? Надо ее поменять вообще водонапорную башню. Если мы ее не покрасим, то ее придется менять. Так ну и что, так надо красить или менять? Сначала красить. Ну, так давай, когда? Ну, так сначала нужно узнать, сколько это стоит, кто это делает. Потому что мы же не сами будем делать, да? Так в том-то и дело. Ну, так нет, я тебе о другом говорю. О том, что если ты что-то планируешь, я приду, вот я сейчас спросил тебя, ты говоришь, надо ее вообще менять или красить. Так ну давай покрасим или поменяем. Ну, ты должен сказать, сколько это стоит. Слушай, там вот за углом ремонтируют машину. А кто разрешил? Пойдем посмотрим склады. Главное, чтобы он нас не сбил. Слушай, вы ему ограничение скорости поставьте. Валя. Здравствуй. Сколько у вас соков осталось, ты знаешь? На уровне 149 тонн. 149 тонн? Да. Пойдем, а то холодно здесь. Как работа директора совхоза. То вымочит дождик, то солнышко высушит, то холод зайдешь. Как вы тут живете? Я всегда прихожу и говорю, как вы тут живете в телогрихах, женщины? Живем. Хищение психозпродукции, оно, конечно, замучило. Но когда по этой Москве-реке к полям совхоза, как они, речники, да? На этих, как они, они приходят сюда на баржах, ночью паркуются, и баржи свои забывают капустой бедной совхозов. Вот. И потом так же быстро отплывают, их поймать практически невозможно. Здравствуйте, Владимир Владимирович. А где мы, где у нас работают? Это поливают там, в Дзержинского? Это наши поливают? Ну, это... Сигму. Сигма. А поехали, Сигму посмотрим. Поехали. А ты садись ко мне тогда, я тебя обратно привяжу. Так, ну и что, какие виды на рожае, понимаешь? Ну, виды неплохие. А то Зоя жалуется, что морковка вот такая вот. Ну, она устала, желтеет. Что вы так, все как разом тронулись отсюда, в четыре часа? Нет, нет, мы не тронулись, а ты сам, две крыльки надо. А куда они рванули-то, эти два? А эти, в пятую бригаду. Мы здесь заварили. А, то есть здесь уже закончили. Со стороны, знаешь, как это выглядит? Мы едем, смотрим, сначала там все толпились, толпились, потом как все сели, как рванулись. Я говорю, что ты мечтал, что закусили, что ли? Я пел когда-то, играл на гитаре и пел. Сейчас не пою. Нет, правда, меня в этот Новый год разобрало. Я взял гитару и запел. Мои подчиненные даже не знали, что я пел. Ну, так все реже и реже. На самом деле, ты никогда не обращал, не говоришь, что постепенно меньше общаешься, то есть меньше и реже встречаешься с друзьями, с людьми. О-о-о-о, е-мое. Мы попали, надо было нарушить правила. Ну, ладно. Ну, что такое-то, что? Ну, как обычно, понятно. Не ловили, самая жаль. Я на свое место, можно? Можно, только вы скажите, где ваш подчиненный Лахов. Сами-то вы опоздали на две минуты, а ваш подчиненный... Трудовой фронт природняли к войне, к участникам войны, потому что без этого фронта войну бы страна не выиграла. Ирина Григорьевна, вы, главное, не волнуйтесь, потому что кто-то там что-то сказал, никого не слушайте. Ну, я их не слушаю. Вы же как на войне. Наше дело правое, победа будет за нами. Чего вы волнуетесь? Все будет хорошо. Спасибо, хоть вы поддерживаете нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok